Сценарий убийства, как в дешевом фильме ужасов, даже названия говорящие. Пили в поселке Спиртозаводской, а товарища закопали рядом с деревней Зарыдки. Но эти детали стали известны много позже, а предшествовала им целая криминальная эпопея. Сначала троицу на автомобиле заметили сотрудники ДПС, но на просьбу остановиться водитель только прибавил газу. В результате погони компания не справилась с управлением и съехала в кювет. Выяснилось, что пассажиры и водитель пьяны, а сама машина никому из них не принадлежит. Ее хозяин – 27-летний житель поселка Павловка. Легковушку отправили на штрафстоянку в Рязань, но оказалось, что законный владелец как в воду канул, хотя накануне все мужчины отдыхали вместе. По версии задержанных, он ушел домой раньше. Только спустя месяц удалось разобраться в коллективном вранье. Мужчину сильно избили приятелей, затем затолкали в багажник его же автомобиля и вывезли в поле, где добили и закопали. «Основную роль в совершении убийства выполнял один – это молодой человек в возрасте 22 лет. Остальные лица были его пособниками». «Я отказался речь, потому что я сказал, я не буду». «Сказали не будет, да?» «Да». Все участники преступления – молодые люди в возрасте от 21 до 23 лет. По их словам, добили товарища, чтобы не рассказал о драке, а молчали, чтобы не повторить его участь. «Сначала они опасались вот этого преступника, потому что характеризуется он как лицо весьма такое состояние алкогольного опьянения агрессивное. Опасались его, что он может в отношении них совершить такое аналогичное действие, поскольку он физически сильнее их двоих. А после уже начала совершения преступления он уже стал шантажировать их тем, что вы присутствовали при преступлении, сидите нам всем вместе. Если вы мне откажетесь помогать, то я вас, соответственно, сдам». Главному подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дополнительно будет рассмотрен и факт перевозки живого человека в багажнике. Остальные участники происшествия пока под подпиской о невыезде.